Всем привет, друзья! Вы на канале Незабудка Стайл. Меня зовут Лариса. Я давно не выпускала видео для канала. На это были свои причины. Видимо, пришло время поговорить о том, что я делаю сейчас в Анталии. Так что, кому интересна эта тема, оставайтесь вместе со мной на это видео. Я хочу напомнить, что я приехала в Анталию в конце августа. Приехала совсем ненадолго, просто отдохнуть. Взяла билеты в одну сторону и подумала, что отдохну, накупаюсь в море и вернусь домой, как только почувствую, что мне все надоело. Но события стали развиваться совсем не по этому плану. За две недели, что я здесь отдыхала, я поменяла три отеля. Я об этом уже немножко рассказывала в других видео. Посмотрите их у меня в плейлисте «Мои путешествия». И через две недели я собралась улетать, купила уже обратный билет, купила подарки домой. И потом я передумала. Я передумала. В день отлета я никуда не полетела. Именно в день отлета я передумала. Осталось. Билет мой пропал. Я осталась в Анталии. И возник вопрос, что мне делать дальше. Продолжать жить в отеле уже не было смысла. Я стала искать квартиру, переселилась в квартиру. Потом стала искать другую квартиру, переселилась в другую квартиру. И в итоге уже прошло четыре месяца. Я в Анталии. И за эти четыре месяца, ну почти четыре месяца, со мной, ну как бы, не то чтобы со мной, а мне пришлось всякие разные новые вещи делать, преодолевать различные какие-то моменты непривычные впервые. Что-то много очень пришлось сделать впервые. В общем, жизнь моя развернулась очень серьезно. Можно сказать, течет теперь по-другому. Из такого, знаете, спокойного, уравновешенного человека, который всегда знает на неделю, на месяц и даже на год вперед, что он будет делать в каждый день, потому что ведет ежедневник, там все записано. Я все знаю, что будет, куда я поеду, что я буду кушать, где я буду отдыхать, спать, ехать и так далее. Я превратилась в человека, который живет как, в общем-то, в неизвестности сплошной, который каждый день какие-то подстерегает неожиданности. Все время происходит что-то впервые, то, что я делаю, я никогда не делала. И с этим совсем надо разбираться. Плюс это все еще происходит на не совсем понятном мне турецком языке. В общем, друзья мои, наступила эра, знаете, людей, которые умеют справляться с некоторыми новыми ситуациями, моментами. И вот я прямо на себе полностью прочувствую сейчас вот эти все ситуации, моменты. И хотела с вами именно об этом и поговорить сегодня. Самое интересное, что моя жизнь и дома была достаточно насыщена. Я не могу сказать, что я там скучала, мне нечем было заняться, мне там было грустно или там скучно, или неинтересно. То есть дома в Ростове, где я жила и живу, я считаю, я считаю, все-таки гражданкой России, ростовчанкой коренной. И у меня тоже была насыщенная жизнь. Но это была жизнь, где все достаточно было прозрачно, ясно и определенно. И я не могу сказать, что моя жизнь была похожа на день сурка, там на белку в колесе, на что там еще у нас бывает, на бег по кругу, потому что я жила так, как мне хотелось, как мне было интересно. Вела бизнес, общалась с большим количеством людей, всегда активно. У меня прекрасная семья, дочка, зять, три внука. В общем, все как бы нормально и ничего не предвещало, кроме того, что у меня была такая мечта пожить в нескольких странах, именно не как турист, а как пожить, именно как местный житель. И я ее потихонечку осуществляла, эту мечту. То есть когда я приезжала в какую-то страну, я старалась выбирать не гостиницы, а квартиры, не какие-то классические там отели, где все включено, а в основном это старый город. Вот я любила приезжать в столицу, старый город, жить там, просто бродить, ходить, смотреть глазами местных жителей, заглядывать в магазинчики, в ресторанчики. Что-то я старалась готовить из местной кухни дома сама, то есть снимала такие квартиры, чтобы там кухня была по возможности. Потому что мне нравится этот процесс, походный рынок, что-то покупать, выбирать, пробовать, новые вот эти вкусовые ощущения. В общем, так было уже несколько раз. Я приезжала в разные столицы. Последняя такая столица, где я была вот в прошлом году, например, в сентябре, это была Баку. Но уже и позже тоже я приезжала, была во Франкфурте. Ну и, пожалуй, из таких новых мест для меня это всё. Это было в марте этого года, 2020-го. Уже начался известный всем вирусный, вирусная эра в нашей жизни. И вот теперь это Анталия. Я приехала в Анталию с надеждой отдохнуть здесь, именно покупаться в море. Но когда я пожила вот этой жизнью, о которой мечтала, то есть в квартире, где можно всё делать самостоятельно, что ты хочешь, завтракать, когда ты хочешь, выходить на балкон, наблюдать на море, смотреть эти замечательные вообще виды анталийские. Я поняла, что уезжать я отсюда не хочу, просто не готова. И я решила, что я здесь останусь, тем более, что мне есть чем здесь заниматься. Вот я хотела с вами вообще обсудить такую вещь, как подготовка к каким-то значительным событиям в вашей жизни. Потому что раньше я всегда считала, что к каждому событию в жизни нужно готовиться. То есть нужно составить план, пройтись по этому плану, составить какой-то список людей, например, которые к этому плану могут иметь отношение, и вещей, список, которые должны быть обязательно у меня, чтобы я могла осуществить этот свой план. Мест, которые обязательно нужно, например, посетить, или с кем-то надо встретиться. И вот в этот раз всё пошло не так. То есть я не имела ни вещей, которые мне необходимы для переезда, я не имела никакого плана, я не знала, где я поселюсь и буду жить. Я имею в виду не отель, а вот именно постоянно. Я не подготовилась к плане людей, потому что я не думала, что я здесь останусь, соответственно, мне не так важно было с кем-то консультироваться, о чём-то, я вообще об этом не думала. И у меня не было даже самых необходимых вещей для переезда. То есть то, без чего я, например, себе не мыслю, это там комплект витамин моих, я пью Nutrilite, комплект, например, косметики на более какой-то период длительный, одежды на разные случаи жизни. Когда ты приезжаешь как турист, тебе много не надо. Но когда тебе нужно тут остаться, естественно, нужны какие-то вещи. И вот этого ничего не было. То есть вот как вы думаете, вообще, это важно заранее вот это всё приготовить, знать, с кем ты будешь встречаться, с кем ты будешь разговаривать, кто тебе будет помогать. Или это всё несущественно. Главное — это принять решение, быть внутренне просто готовым к этим изменениям. Потому что в этот раз я принимала решение по ходу развития событий, и у меня абсолютно не было никакой материальной подготовки. Я имею в виду, у меня ничего с собой не было. Материально-то я была готова, конечно, к такому переезду. Деньги были. И вот этот вопрос, он такой, знаете, я думаю, что он пугающий вопрос. Потому что с кем я не разговаривала, с людьми, они мне говорят, ну к этому же надо готовиться. К этому же надо серьёзно готовиться. То есть нужно же прям понимать и знать, что ты делаешь, как ты делаешь. И вот я думаю, а нужно ли к этому так серьёзно готовиться? Или всё-таки важнее это внутреннее такое решение? Потому что всё в процессе можно было потом решить с этими вещами и всем остальным. А вот эта внутренняя тревога решения, если бы оно мне мешало, я бы ничем уже тут не занималась, я бы уже ничего тут не делала. Поэтому думаю, что всё-таки для меня важнее вот эта внутренняя готовность к изменениям, чем вот эти внешние атрибуты планирования. Но у вас может быть своё мнение, обязательно расскажите, как вы готовитесь к изменениям, готовитесь или они просто на вас сваливаются сверху. И вы уже потом разгребаете то, что там происходит. Но могу сказать, что один из важных вопросов, конечно, когда приезжаешь в другую страну, это где жить. И этот вопрос у меня не был решён. Я его решала уже здесь по мере развития событий. Я поменяла 4 места жительства. Сейчас живу вот в 4-м как раз в варианте. И каждый последующий вариант был лучше предыдущего. И вот я думаю, что это был хороший, наверное, ход для человека, для которого очень важно то, где он живёт. Потому что если бы моё жильё меня расстраивало, то я бы, наверное, не согласилась бы тут остаться. И у меня было бы много побудительных моментов уехать. Потому что дома у меня прекрасная квартира. Я её очень люблю. Она очень красивая для меня. уютная, находится в том месте города, которое мне очень нравится. Ну, то есть мне там всё устраивает. Поэтому жить в квартире или в жилье, которая была бы хуже или мне бы меньше нравилась, я бы, наверное, ну, не захотела. Я бы пожила и уехала. Так, в принципе, было. Я меняла, 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 пока не нашла то, что мне нравится. Второй момент – это с кем тут общаться. Потому что какая бы я ни была там, не знаю, необщительная, хотя люди не верят, что я необщительная, но я-то знаю про себя, что мне сильно много общения, мне не нужно. Но я всё равно люблю людей, я люблю своих близких, я люблю своих друзей. Я не готова ни с кем из них расставаться, даже переезжая в другую страну. Я хочу с ними со всеми общаться, поддерживать отношения. Я так и делаю. Но мне также нужны и другие люди, местные люди, которые живут здесь и с которыми я тоже могла бы общаться. И вот наладить круг общения здесь такой, чтобы он тоже меня радовал. И я, чтобы нравилась этим людям и эти люди, и что бы нравились мне, это было одной из важных таких задач, которые надо было сделать быстро. Потому что никто не любит дискомфорта. Мне не хотелось здесь грустить. Естественно, мне хотелось, чтобы меня окружали интересные разные люди. И вот один из таких навыков, которые нужно развивать, мне кажется, сейчас всем абсолютно, это поиск интересных и нужных людей. Таких настолько интересных, чтобы они вашу жизнь куда-то продвигали вперёд. Я думаю, что это такой навык, которым можно совершенствоваться бесконечно. То есть это не то, что нам послано свыше, мы с этим родились. Потому что когда мы рождаемся, нас окружают близкие люди. Они так и так будут с нами всю жизнь. А вот дальше, кого мы вокруг себя собираем, это уже зависит от нас. Поэтому когда мне люди жалуются на своё окружение, они иногда говорят, что мои близкие меня не поддерживают, они меня осуждают или критикуют, или навязывают свою точку зрения, ещё что-то. Я понимаю прекрасно, что да, совсем такие близкие люди могут так себя вести. Но что касается друзей, то друзей мы выбираем себе сами. И поэтому вот этот навык обретения друзей – это то, что можно, в принципе, совершенствовать. Кстати, 20-го числа у нас будет онлайн-мероприятие для всего мира, в принципе. Кому подходит это время, это будет днём 20-го числа. Ссылочку я размещу под этим видео обязательно. Вы можете туда присоединиться. Там будет несколько спикеров. Один из них как раз будет говорить об этом выстраивании отношений, о том, почему одни люди в нашем окружении нас поддерживают, другие не поддерживают, как вообще это на что влияет, кого поддерживаем мы. То есть как вообще наше окружение влияет на нас, и как мы его вообще можем выбирать, менять или корректировать, можем или не можем. В общем, очень интересно будет. Я прямо сама жду с нетерпением вот этой части, потому что это прямо меня напрямую сейчас касается. Потому что не только я ищу этих людей, но также и другие люди, которые здесь живут, русскоговорящие, они тоже кого-то ищут, потому что мы все здесь находимся примерно в одинаковой ситуации. Мы приехали, и у всех какой-то небольшой круг общения здесь есть, но вот именно поиск каких-то новых людей здесь не так уж и очевидно. Особенно сейчас в эпоху коронавируса, в эпоху вот этих событий. Поэтому бизнес-тренер Юрий Шабара будет выступать. Я так поняла его выступление из анонса, что он будет говорить о том, как договариваться с другими людьми. И другой еще спикер, она астролог, ее зовут Кристина. И она тоже, ну, похожая тоже будет тема, но с ее точки зрения, да, о событиях, которые с нами происходят. О том, что записано в нашей натальной карте, и что события, если они там записаны, то они обязательно с нами произойдут. Мне тоже очень интересно это послушать, потому что астрология — это тема, которая меня когда-то волновала в молодости, знаете, ну, на уровне гороскопов, например. А сейчас я к этому, ну, совершенно не так отношусь. Я считаю, что люди, которые всерьез в этом разбираются, их единицы, а гороскопы, которые вот, ну, как бы для всех, это, ну, что-то такое, типа вот новости, которые для всех, да. Есть новости, которые настоящие новости, а есть новости, которые для всех. Так и вот здесь. Астролог, который он разбирается, настоящий астролог. А есть гороскопы, которые для всех. Еще один из моментов, с которым я здесь столкнулась Это моя легальная здесь жизнь Это официальное продление визы И для того, чтобы ее продлить, во-первых, нужно ряд условий выполнить Должен быть договор аренды на квартиру или дом, или квартиру Но на сроках не меньше год, чем год И еще несколько условий, страховка, еще что-то Я привлекла к этому специально обычных людей Познакомилась, конечно, с которыми они мне помогали оформить Заплатила там некоторую сумму за это За помощь в оформлении, просто заполнение бумаг на турецком языке Нужно было там все заполнять И сейчас я в ожидании этого документа То есть я уже прошла, мне назначили собеседование Где-то полтора месяца ждала собеседование Или чуть больше месяца, я уже сейчас не помню Месяц, по-моему, и 15 дней Да, полтора месяца И теперь я жду сам документ Который должен прийти ко мне домой Должен принести прямо его в конверте Но говорят, что сейчас такой документ надо ждать 90 дней То есть из-за того, что медленно все оформляется Раньше это занимало от месяца до двух месяцев Теперь, говорят, три месяца надо ждать В общем, это очень интересно Ждать три месяца документ, который действует год Ты вот только три месяца ждешь Но потом есть возможность его продлить И вот оформляя эти документы Я столкнулась, конечно же, с тем, что Некоторые моменты Некоторые моменты в оформлении Мне были изначально непонятны, неизвестны Ну, во-первых, я не знаю языка Язык нужно, если хочешь здесь что-то делать Нужно обязательно учить Я это начала уже делать Уже 45 дней непрерывно учу язык Это тоже один из новых навыков моих будет Потому что турецкий язык я немного раньше понимала Но это было так на уровне моей тогдашней профессии Я занималась канцтоварами И вот в рамках канцелярских товаров Кстати, правильно говорить канцелярский товар А не концтовары, как многие говорят А канцтовары В рамках канцтоваров я знала очень много слов В рамках своего бизнеса тогдашнего Но сейчас у меня новый бизнес В рамках которого я не знаю Никаких еще специальных слов очень мало И я начала изучать И первое, что я сделала сейчас Это я скачала несколько приложений себе на телефон И также на ютубе есть возможность слушать некоторые курсы Некоторые очень мне нравятся Они очень интересные Хотя может они не настолько обучающие Просто веселят Но уже веселее учить турецкий Но также я смотрю еще фильм Великолепный век Никогда его не смотрела Вот сейчас есть Турция Смотрю, чтобы лучше как-то понимать специфику Хотя я понимаю, конечно, что этот фильм Это фильм Но все равно он о многом говорит Но также я послушала уже на настоящий день Один раз, правда, мне удалось В минувшую, по-моему, среду Это послушать бизнес-план компании МВИ на турецком языке Я до этого никогда этого не слышала На меня это произвело неизгодимое впечатление Хочу я вам сказать Хотя я знаю бизнес-план компании МВИ, можно сказать, наизусть Но на турецком языке я его еще не знаю И я стараюсь его понять на турецком языке Я себе сохранила эту запись И, в общем, его прослушиваю В качестве тоже обучения Это очень интересно Так что изучение языка Это один из таких, наверное, основных способов коммуникации Так что я надеюсь, я это тоже осилю здесь За тот год, который я планирую здесь прожить Следующее, с чем я столкнулась Это тоже новые навыки для меня Это телефон и все, что связано с сотовой связью То есть обычно я как Я приезжаю в страну, покупаю симку в этой стране Ну, если там больше, чем на 5 дней Я покупаю сим-карту Вставляю себе в телефон У меня на два гнезда телефон И все И я на связи У меня всегда интернет Я всегда в эфире Всегда отвечаю на все Ватсапы, вайберы и все остальное И так же сделала и в Турции Наверное, так делать было не надо Потому что если вы приезжаете в Турцию И вы задержитесь здесь Больше, чем на 120 дней То через 90 дней Вашу сим-карту отключат Потому что сим-карту, которую вы купите Она будет для иностранцев И она будет работать только 90 дней Не важно, сколько вы за нее заплатили денег Сколько раз вы ее пополняли Она будет отключена Ее можно будет уже выкинуть Но через 120 дней Вам еще заблокируют то гнездо Которое вы вставляли Турецкую сим-карту в телефоне Если у вас телефон на одну сим-карту Вам заблокируется весь телефон Если вы будете оставаться на территории Турции Если у вас на две сим-карты Как у меня То заблокируют то гнездо Где была установлена Турецкая карта, как я понимаю И тут нужно решать было вопрос Если бы я знала этот момент Я бы взяла с собой, наверное, другой телефон У меня их дома несколько Можно было спокойно взять с собой И туда вставить турецкую сим-карту Чтобы оставаться на связи и с интернетом Но я этого не знала Я, конечно, не взяла второй телефон И теперь нужно предпринимать меры Решать вопросы по своему основному телефону Потому что я не хочу остаться, естественно, без связи Вот такой нюанс Если будете ехать сюда То имейте в виду Что этот вопрос вам надо будет решить В районе 120 дней Если ваш телефон уже отключится То тоже можно все это разблокировать Просто это все стоит денег И надо знать, куда идти Для этого опять нужны люди Друзья Которые вам помогут Отведут Найдут нужных людей Все объяснят Расскажут Как что делать Еще один из пунктов Я уже запуталась по счету Это хескод Хескод вам тоже понадобится На территории Турции Доподлинно Я даже до конца Не знаю, что это такое Но это что-то связано с коронавирусом И с вот этой пандемией Потому что по хескоду Вас будут пускать В какие-то крупные места Ну типа больших супермаркетов Вокзалов, аэропортов Будут продавать Нутренние билеты по Турции По хескоду Например, на автобусы На самолеты И по хескоду Вы будете туда заходить И то есть Будут всегда знать правительство Или кто там за этим следит Я не знаю Где вы находитесь В данный момент Это связано, наверное, с тем Чтобы отследить Возможности заражения Я, в общем, точно не знаю С чем это связано Я так думаю Но хескод вам нужен будет Получить его можно с помощью смс Но его можно получить Находясь в Турции Мы пробовали это сделать Для людей Для моей дочки Которая не пересекла границу Турции Эти паспорта Не видят эта система Которые не пересекли еще границу Поэтому хескод вам понадобится Не забудьте его получить Иначе в некоторые места Вы просто не попадете Еще один из важных моментов Это то, чем вы будете Пользоваться здесь, в Турции И где это все покупать Вот могу вам сказать Что я пользуюсь Например Для меня это очень важно Я пользуюсь американской косметикой Которая называется Artist 3 Продается она в компании Amway И вот эта косметика Она у меня очень быстро Естественно закончилась Потому что я шприха на две недели Много не брала с собой Но для того, чтобы ее здесь купить Практически нет вариантов Только как ее можно купить Где-то на рынке Ну перекупщиков Скажем так У тех, у кого есть регистрация В компании Amway В Турции Они покупают И на рынках ее продают Не только косметику Но также все из Amway Но мне этот вариант Вообще не подходил Потому что я Сама являюсь Независимым предпринимателем Компании Amway У меня высокий уровень В этой компании И я сюда приехала Точно не для того Чтобы покупать Эту косметику на рынке Хотелось бы В самой компании ее покупать Но не только косметику Витамины тоже Nutrilite Из этой же серии И даже все средства Для стирки Уборки Там все что касается Гелий для душа Шампуня и так далее Я все покупаю в Amway Но здесь это довольно-таки сложно В общем Особенно если вы иностранец То существует целый ряд нюансов Для иностранцев Поэтому если вам Интересны вот эти все Моменты и нюансы То пишите мне В инстаграм Мой аккаунт Лариса Незабудкина Ссылка есть на ютубе У меня на мой аккаунт Я под видео оставлю И я вам все что смогу Постараюсь рассказать И как можно покупать Эту продукцию Чтобы это было вам выгодно И чтобы это было Ну как сказать Нормально Потому что на рынках Конечно продают По такой Достаточно высокой цене Это понятно У людей бизнес Еще один момент Который был очень важно Мне тоже понять Это питание Питание Которое в Турции Славится естественно Своими столами Застольями Едой Завтраками там Великолепными И так далее Но вопрос в том Что у меня питание В общем-то Довольно Такое Интересное Некоторых продуктов Я есть Вообще не могу Поэтому я стараюсь Себе готовить Всегда сама Потому что В готовых блюдах В ресторанах Кафе Я не могу гарантировать Да И никто не может Мне там рассказать Все из чего Там что было приготовлено И чтобы не попасть Такую для себя Не очень хорошую ситуацию Я стараюсь Всегда готовить Везде себе дома Естественно Что в Турции Очень вкусные продукты Я нашла уже Здесь все рынки И магазины Которые И там продукты Выбираю Которые Я хотела бы приобрести Но также И способ готовки Потому что То как готовят В Турции Достаточно много Жирной пищи Я например Такое не очень могу Кушать Хотя это все Очень вкусно Конечно Очень много Еды из теста Здесь тоже С хлебом Это тоже Немножко стиль Общения Питания Единственное Что мне подходит Здесь очень много Овощей Фруктов Это идеально Вот Поэтому я готовлю Тоже сама У меня есть В квартире Кухня большая Такая кухня Американского типа Открытый салон Но важно Даже не то Что я сама готовлю А важно Даже посуда На которой я готовлю Потому что За вот эти Четыре месяца Мне удалось Уже здесь Получить И посуду Айкук Бренд Айкук Это тоже бренд Компании Это очень Любимая Моя посуда Я не только Люблю на ней Готовить Но также Люблю ее И продавать И благодаря Вот тому Что друзья Привезли Мне сюда Посуду Теперь у меня Есть такая Возможность Готовить Великолепные Блюда Накрывать Шикарные Столы Принимать Гостей Используя Посуду Айкук В общем Постепенно Быть мой Налаживается Одежды Я сюда Не привезла Но в Турции Одежда Это вообще Не проблема Здесь Как бы Есть все И стоит Вообще Совершенно Недорого Смешных денег Какие-то вещи Интерьера Даже какие-то Вещи Декора Я уже стала Здесь покупать Обживать Свое жилье Свою квартиру И вот Что я вам Хочу сказать Друзья Если бы Я знала Все то Что я Буду Эти 4 месяца Здесь преодолевать Я не знаю Приехала бы я И осталась бы я Здесь в Турции Потому что Когда ты решаешь Вопросы По мере их появления Один за другим Твоя жизнь Пролетает День до вечера Так чух-чух Утром просыпаешься И уже вечер Потому что Ты все время занят Ты все время в деле Ты все время что-то делаешь Если ты только Начинаешь думать О том Сколько тебе надо сделать И что тебе предстоит И какие-то там Страшные изменения И какие-то там люди И как разговаривать И что И как это решать И кто будет помогать То можно В этих думках Провести всю жизнь Вот Я хочу Напоследок Вам сказать Три самых популярных Вопроса Которые Меня спрашивают Абсолютно все Кто узнает Что я осталась В Турции То есть номер один вопрос Рейтинг Самый популярный вопрос Это Нет, давайте С третьего начнем Третий вопрос По популярности Это Как тебя отпустила Твоя семья Этот вопрос Это как знаете Такой страх У людей Что подумают люди И вот они Вот этот Свой страх Они Озвучивают Таким вопросом Хочу сказать Что моя семья Меня поддержала Очень сильно И сказала Что да Мама Ты заслужила Езжай И проведи Этот год Так как Ты считаешь Нужным Я очень благодарна Своей семье За это Номер два Вопрос По популярности Это На каком языке Ты здесь Разговариваешь Конечно Знание языков Это великая вещь Я очень Понимаю Это Сожалею Что раньше Не учила турецкий Сейчас Начала его изучать Но немецкий Иногда меня выручал Но именно Анталия Это место Где очень многие Говорят на русском Или хотя бы Немного понимают Поэтому здесь Это не так Все критично И конечно Номер один По популярности Вопрос Это Как ты могла Оставить Свой бизнес Вот Хочу сказать Вам Друзья Что мой бизнес Я не оставила Он Продолжает Работать Приносите Прибыль Мне И моей Семье И Потому что Мой бизнес Это люди Это люди Которые Они живут Ради себя Ради своих Семей Никак не ради Меня Поэтому Мой бизнес Продолжает Работать И это Компания Эмбэй Которая тоже Она работает Уже 60 лет До меня Работает Со мной И возможно Когда меня не будет Она точно так же Будет прекрасно работать Вот Поэтому Я смогла Свой бизнес Переместить Из России В Анталию Взяв только Один маленький Чемоданчик С несколькими Принадлежностями Для купальником Кремом От загара И так далее И переехать В Анталию Здесь все остальное Я могу уже купить Та же компания Эмбэй Здесь существует Поэтому Я могу здесь Все это продолжать Я могу сказать Что мой бизнес Стал больше Благодаря моему Переезду В Анталию Потому что Турция Это тоже страна Где развивается Бизнес Эмбэй И где у меня Раньше Не было вообще Никого А сейчас Стали появляться Новые люди Клиенты Новые партнеры И 20-го числа У нас будет возможность Знаете Для всех У кого есть Такие ожидания От 21-го года О том Что это может быть Их лучшим годом В жизни О том Что люди Что вы хотели бы Чтобы этот год Был годом Каких-то позитивных Изменений Каких-то Новшеств Нововведений В вашей жизни Которые бы вас радовали Для всех вас Мы будем 20-го числа Участвовать Ну я тоже буду участвовать Слушайте Я тоже так же Как и вы Жду Этого онлайн мероприятия Онлайн конференции Для вот таких Думающих Интересующихся людей Там будет у нас Астролог О которой я говорила Кристина Мы поговорим О ваших натальных картах О моей тоже Наверное Она что-то расскажет Там будет Бизнес-тренер По продажам Как раз таки Он будет Именно Освещать тему Коммуникации Да Вот когда нам нужно Что-то Прям Своё решение Какое-то прям Провести в жизнь Как Как этого добиваться С помощью коммуникации Как договариваться И там будет Такой тоже Спикер Очень интересная Барышня Она будет говорить На тему Которую я вообще В принципе Плохо знаю Это спиральная динамика Я что-то об этом слышала Но это что-то такое минимальное Можно об этом почитать Конечно Но мне гораздо интереснее Послушать этого спикера Чтобы она Своё видение Передала Если она сумеет Как-то разжечь Мой интерес Я тогда уже начну Дальше интересоваться И читать Что такое спиральная динамика Может быть Вы знаете Что такое спиральная динамика Поделитесь этим В своих комментариях Если вам нужна будет ссылка На это онлайн мероприятие Оно кстати будет бесплатное И не очень длинное Час-полтора по времени То пишите мне обязательно Под этим видео Либо в инстаграме В директ Я вам выше Поделюсь с вами Этой ссылкой Сейчас всем Огромный привет из Антали Меня ждет Прекрасная погода Анталийская Я пойду гулять И до встречи с вами На канале Не забудь Костел Всем пока